Волчица попала в капкан, а рядом прятались щенки. Лесник решил помочь зверям. Обычные люди, как правило, редко заходят далеко в лес, однако герой сегодняшней истории, опытный лесник, к тому же с армейским опытом в канадской разведке в прошлом. Однажды утром Джон гулял в лесу недалеко от своей хижины. Внезапно он остановился, так как раздался пронзительный вой в округе. Он бросил свою экипировку и инструменты, которые брал для замера диаметров деревьев, и медленно пошел на звук. Через время сквозь низкую растительность мужчина вышел на лесную поляну. Он столкнулся с крупной волчицей, ее лапы были зажаты в капкане, и она яростно пыталась освободиться. Но спустя время она сдавалась и снова ложилась на землю. Волчица выглядела очень уставшей, как будто потеряла всякую надежду освободиться. Джон был шокирован. Он хотел помочь животному, но когда подошел ближе, волчица зарычала, шерсть на ее спине встала дыбом, но больше от страха, чем от настоящей злобы. Хичник резко дергал лапу, в надежде, что сможет освободиться и убежать. Но силы были на исходе. Джон отступил назад, не желая получить травмы и беспокоить дикое животное. Тогда он заметил нечто неожиданное. Волчица была явно самка. Но это само по себе не было удивительным. Ее вымя было полное молока. Это значило, что где-то должны быть ее детеныши, которые с нетерпением ждут свою маму. Если они еще живы, детеныши, кормимые матерью, не могут выжить долго без нее. Так и оказалось. В кустах неподалеку выглядывал маленький волчонок. Скорее всего, малыш был не один. Видимо, из-за потомства волчица была так агрессивна, пыталась защитить их, но не могла преодолеть ловушку браконьеров. Если Джон хотел спасти детенышей, ему нужно было действовать быстро. Но он не мог подойти к волчице, опасаясь, что она может нанести ему вред. Ведь дикое животное в такой напряженной ситуации непредсказуемо. При этом волчица была на грани смерти. Похоже, она потеряла много крови из-за раны на лапе. Если оставить ее одну, смерть была бы неизбежной, причем в течение суток-двух. К тому же браконьеры или другие хищники могли прийти за своей добычей, Джон это понимал и не хотел довести ситуацию до этого. После всего, что он прошел в жизни, он стал тем, кто никогда не сдается. Он не был готов отказаться от этой умирающей волчицы. Он знал, что каждая секунда, которую он тратит, может означать, что эта волчица или один из ее детенышей не выживут. Действовать нужно было прямо сейчас. Джон собрался с духом, присел и медленно стал приближаться к волчице. Он осторожно коснулся ее лапы. К его удивлению, она не отреагировала. Она была уже совершенно обессиленной. Сейчас или никогда. Он осторожно отгородился от волчицы одной рукой, которую обмотал курткой для защиты в случае агрессии, а другой рукой нажал на механизм капкана, чтобы освободить ее. Но он не раскрылся, лапа осталась заперта. Вероятно, капкан заклинил из-за мощных рывков, когда волк пытался сбежать. Джону не оставалось времени на размышления. Он двумя руками налег на капкан, вопреки безопасности оставив шею без прикрытия, и у него получилось. Волчица не сопротивлялась, изредка приходила в сознание и рычала. Затем мужчина поднял волчицу на плечо и потащил ее к своей хижине. Она находилась всего в нескольких сотнях метров от него, но все равно потребовалось почти 20 минут по снегу нести довольно тяжелого хищника. Он положил волчицу рядом с буржуйкой. Животное было уже близко к переохлаждению. Пока домик прогревался, лесник смог рассмотреть раны зверя, которые затем он вымыл и обработал своим аптечным набором. У Джона был курс оказания медицинской помощи во время службы в армии, поэтому он знал точно, что делать. Лапа волчицы сильно пострадала, но, к счастью, не сломана. Если бы мужчина ждал дольше, то волк бы точно потерял лапу, а скорее всего просто бы истек кровью. Но даже без лапы волчица не выжить в дикой природе. Теперь мужчина надеялся, что сможет спасти ее жизнь и сохранить лапу. Хищница постепенно начала проявлять признаки жизни. Когда она снова зарычала на него, он понял, что она будет в порядке. Ей нужно было время, чтобы поправиться, но зная, что она вскоре придет в себя, Джон решил вынести ее из дома на веранду. Постелил там теплый коврик и поставил миску с водой. А затем выне спасенного зверя. После того, как он позаботился о матери волчицы, Джон отправился на поиски ее детенышей. Но с чего ему начать, чтобы найти логово с волчатами? Детеныши не должны быть далеко, потому что обычно волчицы не отходят от них далеко. Благодаря своему опыту в разведке и работе в лесу, у него было повадок зверей и навыки следопыта. Для начала он вернулся на место, где нашел волчицу и внимательно осмотрел снег вокруг. Наконец нашел то, что искал. Маленькие следы. Это вероятно, был тот самый волчонок, что испугался первой встречи и убежал. После непродолжительного следования по следам, лесник вышел к нужному месту. Это было скрытое на первый взгляд местечко. Надеясь, что это было убежище с волчатами, он собрал волю в кулак и попытался их привлечь. Однако волчата были обучены оставаться внутри, пока они услышат свою мать. Джон был непреклонным и делал все возможное. Он попробовал сымитировать вой волка, но ничего не произошло. Он попробовал еще раз, но все равно ничего не случилось. Он только начал задумываться о том, опасно ли входить в нору, когда внезапно выскочил маленький волчонок. Он голодал, из-за этого, вероятно, был готов рискнуть, чтобы выйти без мамы. Когда первый самый смелый малыш вышел, вскоре последовали и остальные. Зная, что он не сможет унести всех четверых, он аккуратно поместил их в мешок и закрыл его. Джону нужно было проверить, нет ли еще детенышей в норе. Засунуть голову в нору волка никогда не было хорошей идеи, но мысль о том, что он мог оставить одного из них, была неприемлемой. Мужчина лег на живот и немного вполз внутрь. К счастью, это не было так глубоко, как он предполагал. Джон посветил фонариком, но других волков не было видно. Теперь он мог уйти отсюда с чистой совестью, зная, что детенышей не осталось в норе. Он взял мешок с волчатами и вернул их к матери. Когда Джон открыл дверь на веранду, где спала волчица, щенки заскулили. Мужчина положил открытый мешок на пол и оттуда вылетели волчата. Их мать услышала голоса своих детишек и привстала на лапы. Глаза ее были влажными, как будто она плакала от встречи, на которую уже не рассчитывала. На мужчину не было никакой негативной реакции, рычания или попыток напасть. Но он все равно оставил щенков рядом с матерью и ушел в свое помещение, подглядывая за ними через щель в двери. Джон надеялся, что его запах не оттолкнет мать от них. Волчата узнали мать и бегом бросились к ней. Она обнюхала их, и Джон замер на мгновение, задерживая дыхание. Она их узнала. Опытный искатель приключений был рад до слез, когда она начала лизать волчат. Она легла и вскоре маленькие волки с удовольствием стали пить ее молоко. Волчица провела с Джоном некоторое время и становилась все лучше. Мужчина лишь приносил раз в день мясо и менял воду, при этом дверь на улицу была открыта. Вскоре волчица смогла подняться и даже ходить прихрамывая. Через несколько дней, утром она громко позвала своих детенышей. Они все поднялись и пошли за ней. Джон понял, что они уйдут навсегда. Мужчина вышел на улицу и посмотрел вслед уходящей семье. Волчица прошла 20 метров и обернулась. Он все понял по ее глазам. Это была безграничная благодарность именно этому человеку. Но при этом осторожность к людям в целом, ведь из-за нехороших людей волчица чуть не погибла, чуть не погибли ее детки. Джон больше никогда не видел стаи хищников, но он знал, что 4 молодых волка и волчицы где-то сейчас живут и возможно даже вспоминают своего спасителя. Животные, в отличие от людей, никогда не забывают своих спасителей и узнают даже спустя много лет. Этот случай разлетелся по многим местным газетам Канады, а Джон стал почти героем в своем городке. Мужчина подробно рассказал на СМИ этот необыкновенный случай, но периодически его просят вновь окунуться в воспоминания и рассказать еще раз за круглым столом.